Продолжение следует... ...но и люди по всему миру, которых поразила жестокая расправа мужа над своей женой. За этим делом важно следить не только для того, чтобы видеть, как восторжествует справедливость, но и для того, чтобы предостеречь своих подруг, сестер и дочерей от домашнего насилия, а также показать, что насилие в семье недопустимо и будет наказано. Не женское дело, Динна. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы с вами сегодня увидимся второй раз, первый раз в зале суда. Для меня это был первый судебный процесс, и я безумно на самом деле устала морально, физически. У вас уже третья неделя заседаний, полгода с начала дела. Как вы себя чувствуете? Добрый вечер. Добрый вечер. Опциями кар Hippie Boone дохода. Суд. Петлюсер. Ваше ее байер. Хаз тwasser кэм бар. Ваше хазкьюный баллон Инстаграмы. Или хазкьюный вон холлбун. Ватсаб, Инстаграм, Телеграм. Баралдар. Байларды. Казахстана суд бай. Орар прямой эфирне. Ютьюб. Бойлар суд. Короче. Балты тарелер. Страшно байды. Она. Короче. Она жестко пьярдый ларды. Я просто беру прочитать будем сыты на еды и потому что почитаем. Я знаю, что вот это мой мужик очень сильно подразумевает. Пос dusty на шайтовых датах. Я не знаю, что он не знает. Я не знаю, что такое? Я не знаю, что по-разному уже. Пожел строительство о бизнесе. надо подкасты, как все это надо. Короче, лично я не знаю. Короче, я не знаю. Я, короче, был историй, но я не знаю. Но я не знаю. Что-то как был бы там. Я не знаю. 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 Сложный вопрос. По-разному. Ну, в целом, сейчас нужно сохранить продуктивность, трезвость ума для оценки всего, что происходит в суде. Потому что то, что там происходит, иногда тяжело трезвым вам понять. Как часто у Султанат менялось настроение? И в связи с чем... Какой Султанат был в детстве? Вы выражались в лицензированной брани? Боже, я думаю, что, типа, вот нахуй нужен, блядь. Вот нахуй мы не говорили, что типа, адвокат. В детстве какое было, блядь. Эти хрятин дуэнди. Блядь. 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 Суть. Цирка Бразина. Можете ответить, да или нет. Да, я выражался. Вы выражались. В детстве. Конечно, болтовы лах. Болтовы лах. Болтовы лах. Братолы рта, блядь. Я тебя калют. Любой киотер. В детстве получала ли травмы головы Султана? Приходится каждый раз придумывать, как отрабатывать и опровергать все, что они заявляют. Вот сегодня был очень такой показательный пример, когда адвокат Газамжанов, видимо, всю ночь готовился, делал фальсификацию переписки между Султанат и подругой. Вот. И, ну, чем это все закончилось? Тем, что только еще больше переписки они показали, подтвердили наличие всей этой переписки. Ну, это все требует продуктивности. Благо, мы сейчас с адвокатами в каком-то режиме живем. У нас обязательно завтрак, обед, ужин и сон. Уже часов в 9-10 вечера мы уже обычно отрубаемся. Я постараюсь вас сегодня долго не задерживать. Все нормально, напишите. Спасибо вам вообще большое, что согласились дать комментарий, потому что это дело безумно важное. Хочу начать немножко издалека, с самого детства. Вы младший брат Султанаты или старший? Я старший брат. У нас разница 5 лет. Когда она родилась, мне уже было 5 лет. И тот период я очень хорошо помню, потому что мы с папой остались вдвоем на 3-4 дня, пока мама рожала. И я просил папу, будил его с утра, чтобы отвел меня в садик, потому что дома было нечего кушать, было много грязной посуды, и я скучал по маме. Вот. И мы с папой вместе ходили на выписку, уносили продукты маме. То есть я помню, когда кошка махала, показывала нам через окошко. Ну, в те времена не было видеозвонков и всего прочего, поэтому это был такой еще, когда авоськи на веревочке поднимали. А как между вами с Султанат складывались отношения в детстве? По-разному, как у всех детей, но у нас, в принципе, относительно, думаю, не сильно большая разница 5 лет. Ну да, комфортно. Вот он. Да, мне да, она типа хайп күрдукта. Типа, был тың оқпалар, он аркады, короче, когда премьер-министр, бувший премьер-министр, он аркады, 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 типа амия, он аркады, и там, его аркады, он аркады. А точнее, кедра, у него должен быть разрушен. ютубе, там, он аркады кеме, которой он аркады. У него, он аркады, этот фактор, он аркады, kid, он аркады, Спортно, я бы сказала. Взрослые жизни, наоборот, стали друзьями. То есть мы могли и в кино сходить, и на великах покататься, и кофе попить, и позавтракать, и на бранч сходить, и просто вечером выйти там по бокалу вина пропустить. То есть вы прям очень близкими были людьми друг для друга? Да, мы очень часто советовались. В целом в семье это, ну как бы так у нас заведено, принято, наверное, что мы очень много друг с другом общаемся, все друг другу рассказываем и советуемся. При этом родители себя нас учили, потому что мы сами принимаем свои решения за свои жизни и сами несем за них ответственность. То есть на кого учиться, куда поступать, что делать в своей жизни, кем работать, это всегда был наш выбор. То есть такого прям патриархального уклада, что свойственно для Казахстана, у вас в семье не было что-то? Нет, посмотрим на это с такой стороны, что наша семья с Павадара – это северный регион Казахстана, который довольно-таки близко к России. Ну и в целом о нас во всем остальном Казахстане говорят, что мы немножко европизированы, либо обульсевшие, кто как. Но в целом у нас есть преданность традициям казахским, но при этом мы осознаем какие-то традиции цены, да, например, там на Урлес вместе встретиться, покушать, отпраздновать, там поставить юрту, что-то такое сделать. И какие-то вещи наподобие того, что воровать невесту, что это уже в наше время немножко дикость. Ну не немножко, а это просто кринж. Мне очень нравится то, как вы на это смотрите. Какие отношения были у ваших родителей? Вот в какой семье выросли? Они до сих пор как два лебедя, они друг с другом не могут. Например, папа уезжает там с утра в больницу. Они, в принципе, оба занимаются всю жизнь бизнесом, поэтому у них всегда гибкий график. Они какое-то время вместе работали долгое время. Потом у них у каждого свой бизнес, они по разным направлениям разошлись. Сейчас они, например, всю работу делают удаленно, особенно после пандемии. Все наладили так, чтобы удаленно работать. И практически у них работа занимает полдня. И, например, папа на полдня уезжает в больницу. Короче, Пошли на суд, когда меня вызвали на допрос. Судья постановил порядок проведения суда, начать допрос потерпевшего сначала, так как все это инициировано, по сути, моим заявлением. А 9 ноября. И, ну, соответственно, мне первого пригласили давать показания. И родители не могли не пойти и меня не поддержать, поэтому они приехали. Это вот было, по-моему, даже третье свидание, первые два какие-то были. А, короче, Бо, Ки не вулана Заявление битвит. Алата Ки не хайли гэхмэхтэгдэгдэрбуллай. Ки не интерес тахпатипа. Болтунэйдрбюттэн алейн. Ки не кюйндугэхммадарэйвтпаткастарга. Более рабочих таких. Вот первые показания, по-моему, на третьем состоянии давал. И родители просто в ночь выехали, чтобы утром уже здесь быть и поддержать меня. Ну, ладно, короче, тёплые воспоминания Салтанат. Какой Салтанат был в отношениях? Отношения с подсудимым. Крёхкаравгене. Тухтямбаре. Отношения с подсудимым. Да. Я даже не знаю, как его назвать. С подсудимым. С подсудимым. Вот она начала эти отношения. Как вы об этом узнали? Ну, когда я об этом узнал... С чего у них всё началось вообще? Ну, тогда мне надо немножко вперёд забежать. Потому что то, как они познакомились, мне сам подсудимый рассказывал. Когда мы вот сидели как-то... Нет, то, как они познакомились, мне сам подсудимый рассказывал. Когда мы вот... Кумандык Валиханович Бешимбаев. Подсудимый. Гарен Горгри, 5-10. Рул Дайдер, Батаманьяк, Тенабля. Джигей Дюбсен. Сидели как-то... Меня тоже в том, что... С другой. Ну, сейчас с бородавкой на носу какая-то будет. И хотел на основании этого разбить там, типа, вот какие-то её представления о её будущем, этой девушке. Ну, даже вот этот проступок, так как ты его характеризует, я думаю. Да. Я попросил фотографию показать. Эта девушка показала в Инстаграме фотографию, он увидел, что вот аккаунт Салта Энн, увидел Салту, запомнил. И вот после этого начал... Ну, мы прикалывались даже тогда, что это какой-то сталкер. Почему? Потому что он пытался записаться на консультацию к Салтанату. При этом Салта никогда не принимала мужчин. Потому что всегда мужчины, когда записывались, у них основная цель была познакомиться. То есть им сама астрология, консультация, а это работа, это многочасовая работа, их не интересовало. А как она пришла к этой работе? С девяти лет. И крестная подарила, получается, книжку про астрологию, когда ей было девять лет. И она этим увлеклась. И она вот в школе, всем подружкам. Это кто по знаку зодиака? А знак зодиака это что? Ну, в те годы, да? То есть, когда ты там пятый, шестой... Так. Вот тут Димый выбрал платье на свадьбу Дембар. На свадьбу был запрет на съемку. Когда я выбрал платье Дембар. Меня удивило еще все фотографии, которые там есть сейчас в интернете, где сталкнут, вроде как свадеб на платье белом вот таком. Да, я видела. Это фотография как раз-таки за ту с первой свадьбы. А на первой свадьбу платье покупает семья. То есть это платье, которое она пошла, сама выбрала, мы оплатили. То есть оно довольно-таки закрытое, да, руки, плечи, тут небольшое декольте. И тот даже, который выше груди, вот так вот. Ну, все в рамках традиции, я так понимаю. Нет. Причем у нас нету такого. В рамках традиции это было савкеле, там чисто казахский костюм. Это вполне современное платье. Но просто оно такое сдержанное и элегантное было. И это был ее в целом вкус в одежде, если посмотреть. Меня удивило ее свадебное платье, которое было в декабре на основе свадьбы. Потому что это были открытая спина, открытые плечи. То есть вот так вот это все было открыто и сзади. Насколько у нас были дарительные отношения, я сразу искал, что что-то мне не нравится в этом платье. Тебе ничего груди не смущает. Она говорит, блин, ты знаешь, я вообще другое хотел. Я говорю, что ты это сделал? Она говорит, ну конда, я выбрал. Я говорю, что я не знаю. Но хвайбатер, типа, уже тревожит меня за дзонок, где делар, короче, в окей. Почему он выбрал тебе платье? Почему не он в этом платье? И сейчас вот в интернете тоже есть видео, где она в красивом белом платье, таком, с накидкой, и она как лебедь такая крутится, вертится, и вот это платье, которое она хотела. И было еще одно тоже. Оно такое очень красивое, такое узкое декольте там было. И тоже очень такой элегантный, прям какой-то английский бренд какой-то. Вот, и это было в ее вкусе то, что она выбирала. А вот это платье, оно такое, ну, немножко похапченное похило. Мне прям не понравилось. Ну, это тревожный звоночек, прям очень тревожный. А что было после свадьбы? Они пригласили меня в гости вдвоем к себе домой. Мы разболтались, конечно, и в какой-то момент мы начали спорить про астрологию с ним, с подсудимым. Он мне объяснял, что это не наука. Я когда тоже считал, что это эзотерика, там, из того мира какого-то, ну, не доказу, я человек науки больше просто. Я вас понимаю, тоже скептично настроена, но когда ты выбираешь себе спутницу жизни, и она вот занимается этим всю жизнь, как будто бы твое мнение нужно немножечко при себе держать. И мы на эту тему с ним проспорили до 7 утра. И я уже, мне уже все равно был на итог этого спора, по сути дела. Но для меня это не настолько кричитный вопрос, чтобы сидеть 7 часов подряд, обсуждать астрологию, наука это или не наука. Значит, короче, здесь же не делая бизнеса. с ранг тут он на ручь он кручать даже доктор бална за зонок тоже просто еще ему не идет термалах еще и в тот день когда меня утром на работу в 9 утра но он никак не могу гомониться и а не могу гомониться это как проявлялась получается ему выстраивал логику да то есть примерно то же самое которое он да да он со своей стороны нет но а если добавить то есть он что делает всегда он вводит новые понятия с новой точки зрения ну ты у тебя вел это новое понятие но она же не присуще этому то есть он берет вообще историю какую-нибудь другую втыкает тыкает тыкает и награживает такую смесь да что там уже не поймешь где реальность о чем вообще говорит да понял что он не умеет спорю проигрывать потому что каждый раз когда его ставишь используя например его как говорят на курук типа на курук прав полр он где на балл типа цыгатэм билимят курук короче ку ям баш он как я улады куандык те Собственно, маньяк Его же выражение, например, в какие-то рамки, то есть его же логику Его же аргументы Когда кроешь, и он остаётся в заперти он вот это вводит, новые понятия и для себя находит через это выход Не умеет принимать чужое мнение Да, и не принимает поражение Он считает, что не может проиграть В отношениях между Султанатой и подсудимым часто вообще Она жаловалась вам на такие моменты? В декабре же и случилась первая их ссора, которую я знаю которую я узнал от Султана Это сколько после свадьбы? Это не сколько после свадьбы Они в декабре поженились и в декабре первая ссора Супер Случилась она на основании того, что как я вам рассказывал, что то заведение, где она принимала клиентов где она работала, проводила консультации и у нее всегда были хорошие отношения с персоналом Ну это ее рабочее место Харсия ее знает по хорошим чаевым всегда Первая ссора произошла тогда, когда подсудимый очень непристойный и грубой форме разговаривал с персоналом ресторана Какой красный флажочек И она ему сделала замечание Причем там же на месте Что да, с людьми нельзя разговаривать Ты че? И вот это вот была их первая ссора И когда она мне об этом рассказывала Ну я такой, окей У меня, честно, был какой-то разрыв шаблона Вроде бы, с одной стороны, это его рабочее место И там он внутри сам решает, как выстраивать отношения с людьми, которые соглашаются с ним работать С другой стороны, действительно, это абсолютно неправильно С третьей стороны Если посмотреть, вот есть у тебя отношения с твоим человеком, родом Насколько это правильно там спорить с ним ссориться Публично С другой стороны, а как промолчать Когда вот людей на самом деле поносит на ровном месте И тут я, в принципе, ее понял Потому что у нас с Алтой, как и у папы Какое-то вот повышенное чувство справедливости То есть мы когда видим какую-то вот несправедливость Мы не можем промолчать И мы эту тему с ней тогда тоже обсуждали Что она не смогла промолчать Потому что сразу сделала ему Да это нормально, это же Я вообще считаю, что это очень большой красный флажочек Когда мужчина себя грубо ведет с каким-то персоналом Это вот, если он ведет себя так с человеком Который в более низкой позиции Как он будет себя вести с тобой? Ты слабее, чем он физически Это очень важно, типа Что-то такое Что-то такое Что-то такое Но Что-то такое Это же еще относительно того Вот помните, я говорил, что когда Мужный человек, он фокус и красивого там себя строит Милого, добродукт Скандал на Новый год Но она уже была замужем А что было дальше? Они пригласили меня на празднование Нового года С 22 на 23 год Это тот же самый декабрь А позвали только вас? Не родители? Их тоже позвали, но они не смогли И получается, вы праздновали втроем Или в окружении его семьи? В окружении его родителей были Его трое детей, второго брака С Алтой Я приехал часов 8 С Алтой накарывала на стол И вот ее потряхивала Она была какая-то очень нервная Вот это вот Как она Руки тряслись Вот так вот И прямо она как-то разговаривает Такая вся Зайденная Вот это вот что теперь мы знаем, мы не знаем, мы не знаем. Мы с вами pagаны, мы также получаем деньги. Мы с вами я не знаю, что это не еле, это не еле. Я не знаю, что это будет. Я не знаю. Кому просто нет? Просто нет? Просто нет. Ты просто не знаю. Думаю. Она говорит, что я из-за стола переживаю, я говорю, что ты переживаешь, все нормально, все накрыто, она так мне сказала, что ты переживаешь, все накрыто уже. Нет, мы начинаем снять. Вы хотите улучшить, что они так лимит, что они так слышали? Это уже сигнал был, просто кем дегом кем дегом мориспитах. Здесь айма хпиаулёх джон подруга рта вар старавал рта кем дегом мориспитах. Дулуя тулуя хаджи в таваатых. Кипси хатау тимулу выявна. Посуда красиво есть и мы их подарили, в приданном, красивую, шикарную посуду, который новогодний специалист, зная, что Новый год будет у них первый, чтобы красивый стол был, покалывался. В принципе, все было нормально, вот мы как раз с детишками подружились, пообщались, с родителями поговорили, ну так, детские темы, кто чем занимается и все такое. И потом в 10 часов вечера где-то пришли незваные гости. Незваные гости — это второй текущий подсудимый и его жена. Причем они зашли так ненадолго, минут на 15. Маленькая пометка, второй текущий подсудимый — это все-таки друг или действительно брат? Он родственник, но не двоюродный даже, а чуть дальше, по-моему, троюродный, что-то типа такого. Поняла. Они были 10-15 минут, они просто что-то зашли, поздравили и уехали дальше, по сути дела. Но они привезли подарок. Так как они, ну, их не приглашали, соответственно, для них подарок они готовили в Новогодний ночью, они пришли с подарком, Салта решила подарить им в ответ духи, который подсудимый ей подарил. Ну, вежливость просто, не более. Знак этикета — ответный подарок преподнести. И она его преподавала. И тут вот случился первый прям яркий звоночек, потому что он из-за этого взорвался. «Какое право вы имеете передаривать мои подарки? Я дарил, вы о моих чувствах подумали». Такой детский сад. Это было прям прилюдно. Прилюдно при его родителях, при мне. И, ну, он никого... Псих, псих. Чисто псих. Он обратно... Он сам по себе сторонке стоял и орал просто. И все пытались как-то его успокоить в этом, во всей этой ситуации. Как вели себя его родители. Вот. И тут отец начинает делать замечания, типа, «Давай успокойся, сядь!» И он на отца. «Да ты такой-сякой, такой-сякой». Там шквал мата. Я просто офигел. Ну, в моем представлении я не представляю, что я могу так на отца на кого-то накричать. И фразы были такие еще, прям, я их очень сильно запомнила, что «Ты мне всю жизнь испортил» и матери испортил. И тут мама начинает заступаться за отца уже. Типа, ему опять говорит, типа, «Не надо-то говорить, успокойся, успокойся». И он на нее матом сверху. Вот. В итоге у него там минута. Короче, слишком таки его лаги. Ваши хастан был. Он на кем-то каян арарбата. Хастан баран но, биркюня чёй болар, биркюня кухан болар, биркюня чёй болар, биркюня кухан болар, он на нук, короче, джух, 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 он на битахерал. Добил. Ух ты, кейт. 15, это вот всё происходит, какое-то эмоционирование. Дети сидят тихо, там, я сижу тоже, честно, я не понимаю, как себя вести. Он сам по себе стоит, то ирёт, и орёт. Потом он ушёл в комнату. Салта на письмо брату с сынью каменем. И вот как раз 20 марта Салта скинула мне две фотографии. Скинула она их мне в районе 9-10 вечера. Увидел я их только в час ночи. Но на этих фотографиях были очень большие синяки, то есть в области глаз. Те фотографии уже есть интернете. Я их показывал на сайте. Меня начали звонить, она не отвечала. Я начал переживать, позвонил ему, подсудимому. Он спокойным голосом говорит, не волнуйся, говорит, приезжай ко мне, приезжай домой, говорит, мы поговорим. Не волнуйся, то есть вы высказали то, что вы знаете об этом? Да, я таким, конечно, матом всё высказал. Мне, в принципе, я не скажу, что сильно мат близок в речи, в основном, но в тот момент на эмоциях, конечно, какого хрена я получаю такие фотографии. Ну, образно говоря, да? Не образно, конкретно то, что я сказал. А мне говорят, давай ты не волнуйся, приедешь домой, и мы с тобой поговорим. Я говорю, давай с тобой поговорим во дворе, на улице поговорим. Ну, я просто понимал, что это, вряд ли, будет какая-то спокойная беседа, явно не домашнего формата, посиделочка. Я приезжаю, его во дворе нету, и я захожу в подъезд, подождал какое-то время, его покрел, зашел в подъезд, поднялся, потому что я застал, то переживал. Мне, в принципе, было пофигу на него и на разговоры с ним. Поднялся на пятый этаж в квартиру, позвонил звонок, и мне, с которым у нас, в принципе, были неплохие отношения, который салто очень любил, и я спросил у него, где салтанат? Она говорит, я не знаю. Я говорю, я пришел забрать салтанат. Пойдем мы ее найдем. Мы обошли все комнаты, не нашли ее. Я позвонил ему, говорю, ты где ходишь? Он говорит, я здесь во дворе. Я говорю, я у тебя дома вообще-то уже. Тебя во дворе не было, пока я тебя ждал. И он поднялся. Девочка ушла в свою комнату, вот, и, ну, естественно, у меня начался спрос. Вот. Он мне начал говорить, что это не мое дело, что это их брак, что у них семья, и что мне это не касается. Ну, для меня, я-то знаю, что они еще официально не расписались, и, а даже тот, что они не расписались, что они не расписались. И вот по исламским обычаям, которые в мечети проводит имам, он не имеет законной силы, потому что в Казахстане для того, чтобы сделать брак исламский, сначала нужно получить свидетельство о регистрации брака. Я не знаю, как он там договорился, чтобы без этого свидетельства имам расписал по-исламски. Ну, я ему так и сказал, как на тебе даже куриня жена, иди ты. Ну, в общем, у нас начались с ним разборки. У меня был вопрос, где Салтанат. Он говорит, я не знаю. Я говорю, в смысле ты не знаешь? Ну, вот у меня, как у брата, какие мысли начинают возникать, да? То есть она не отвечает. Такие последние состояния, которым я знаю из этих фотографий, удручающее этого. Ну, действительно, такие удары, это целенаправленные удары, множественные в область лица. И это не просто какая-то пощечина или что-то еще. Далеко не об этом история была даже. Это даже не самое типичное об этом насилие, начнем с этого. Да, это прям, ну, я не знаю, ну, мужики так дерутся, когда я такое бывает, такое видел. В какой-то момент он пытается, у меня берет вот так вот под руку, и, значит, пытается вывезти из квартиры, потому что у нас разборка накипает. И в этом момент, ну, как бы, начинается драка. В общем, вся квартира в хлам. Практически там вот эта зона холла, стеклянная дверь, двойная такая, она разбилась. Вазы какие-то падали, еще что-то. Ну, то есть довольно-таки была большая... Сейчас своей дочери его не смущало. Ну, его нет. Меня, честно говоря, я... Вот я саму драку даже и не помню. У меня тогда просто вот... Особенно, когда меня он схватил под руку и начал впихивать. Ну, да, да. Тут у меня все. Ну, да. 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 Подсутимый избил с Алтанаса 8 на 9 марта. Необорис. Муж моей сестренки ее избил. Я не знаю, где она. Вероятно, она сейчас находится одна в квартире. Я за нее переживаю. И у меня в голове разные мысли, там, вплоть до суицида. Я говорю, мне нужно, чтобы сейчас кто-то приехал и скрыл эту дверь. Мне нужно не убежать. Мне просто сидел. Вот. Не приняли вызов. Но я все равно не могу сидеть и ждать просто, когда они приедут. Я начинаю эту ручку и так, и сяк, дергать, стучать. И каким-то образом я просто вырываю эту ручку в какой-то момент. Вырываю ручку. С той стороны ручка тоже отваливается. И в двери образуется такая дырочка, где вот... С точки зрения каких-то системных таких взаимоотношений подобного типа, после первых побоев обычно идет перерыв. Потому что если ты еще раз это сделаешь... Там циклы. Там есть циклы. Жертва может немножечко выйти, соскочить с этих... Поэтому начинается снова точно букетный период. Красиво снова подсадить. И у них он начался? Ну, я думаю, да. Потому что... Но она уже не делилась. Даже в тот период, когда вот это было с 20 по 24 марта, она мне отправила мне серию фотографий, чтобы показать, как они счастливы вместе. С поездок, с детьми, с бассейна. Я эти фотографии даже не открыл. То есть у меня в WhatsApp они были непрочитанные. Я сейчас забегу вперед, потому что это вот на днях буквально выяснилось, что на этих фотографиях есть синяки и побои. Честно, я бы, наверное, даже если бы открыл, не увидел этого. Но адвокаты, когда мы просмотрели у него переписку, потому что сторона защиты по судимому требовала, чтобы телефон предоставил им фоно-треть все фотографии. И на всех фотографиях есть так или иначе синяки мелкие, незаметные, следы от пальцев, синяки и все остальное. Представитель потерпевшего здесь неоднократно пытается вводить суд за блуждение, суд присяжных. Например, заявила, что на фотографиях с Мальдив имеется многочисленные телесные повреждения. На самом деле, мы все посмотрели, на этих фотографиях нет ни одного телесного повреждения. Это только со слов самого представителя. Это динамерские жизни. А я не могу сказать. Она загробована, потому что в Уфа, я справился. Уфа мы с ним не обжимаемый, так, это и не место岐순одов. Ну, конечно, одна в школе. Обжимаемая девушка, я же не могу. Мы с ним не иметь участие. Да я нашел врач. Никога, что, вот он с ним не пишет. Немного и вообще-то, в любом случае, мы своими руками с этим и закрой. Будем прекрасно. Я думаю это все. Она идет на русский язык. Сейчас мы за это делаем только бесплатно, для вас нужно отмазать, что мыれて с такими experiences, что мы по важным системам. Мы не можем оформить им все-таки. Поэтому мы можем понять, что можно URG и павлять и надеться. Вы и сможете так по cognerизировать, чтобы определить какие-либо телесные повреждения обычным человеческим глазом это невозможно. Я думаю, что Слатна, даже когда их отправляла, она даже не понимала, что они там есть, что они заметны. И вот последний раз мы их приобщили к делу. Причем страна защиты, когда мы их попросили в суд приобщить к делу, даже не возражала, потому что она считала, что мы хотим приобщить свестливые фотографии. Но просто потом, когда уже адвокат взял эти фотографии, подошла к подсудимым, к присяжным, показывала. Вот, видите, вот здесь синяк, вот здесь синяк, вот здесь синяк. И там, тем более, когда сразу... Субтитры создавал DimaTorzok разных ракурсов, несколько фотографий, а синяк в одном и том же месте, там уже не спишешь на освещение, на какие-то такие вот вещи. Вот, и поэтому в марте тогда, после всего, что случилось, она в основном говорила о нем хорошее. Типично. Для меня это было уже неважно, абсолютно. Для меня о нем впечатление, все было закреплено окончательно. Мы сели в такси после судебного заседания, и водитель сразу же понял... Опять-таки, я не смог простить в день рождения из-за него. И открыть заметки. Порыться, не знаю, что-то найти. Я же тоже не знаю, что там находится. Я просто подумала о том, что некоторые сообщения, некоторые письма в этих заметках носили очень странный характер. Как будто бы она их не писала. Да, во-первых, как будто бы, если она и сама их писала, то после вот этих великих консультаций со странным психологом, который внушил ей чувство вины, потому что, ну, писать, что я во всем виновата, сама он изменится, я ему помогу, мы со всем справимся, я буду менее истеричной. Как будто бы... Это не было в ее телефоне. А где это было? Это было в его ежедневной женой, и что-то как-то про проще сущий бред. Знаете, это будет второй выпуск. Короче, у нас было hoop работа. Ты справляешься и после этого, если последующий час, то бы и 2012 году, - Интимное видео в Ултархуре, типа мид там бараладе Чисто тупо абьюзер. Машика конкретный абьюзер Комментарии адвоката Бешимбаева Мы считаем, что это было неумышленное причинение смерти То есть смерть наступила, да, в результате побоев, но он не хотел и не знал Но чем кончится вообще вот это действие Он не знал Здесь окар года Вот нам настолько окары на улице Чисто бятит улетен дону улетен хабельюр Дурш Крымайаму гене Здесь долбой ебки Блять, ки не годеллер наху Ки не хаччт, тог я качч, тудра ктаре блять, потому что к никакой мишкеренен Мбайки вот, депо премьер-министр, а до эксперта. Депо эксперты. Я решила, что сейчас стоит. Я решила, что ask ты, что она, как мы сейчас выражены. Вот так, 15 июня, этоómая помощь и Это очень проблемные. Это damaged В этом направлении, что там, Тихо. Там 1 удар, 12, короче, джебель. Короче, 13. Он через час, амебида, 40. Короче, он не бардан манюл албит. Ушип головы. Хан, Уэсгэн, он тонн элбит короче, кис. Даже кемеретердей, скорый, нырбиттар олдаролы, скорый, да, ныкайя муфа оготаде. Уэсгэн, он тонн элбиттар олдаролы, скорый, да, нырбиттар олдаролы, нырбиттар олдаролы. Когда не причинял тяжкий вред здоровью. Но здесь вопрос в экспертизе. Причинял он тяжкий вред здоровью умышленно, был причинен или не умышленно? Блядь, конечно, умышленно, блядь. Конечно, умышленно. Уэсгэн, он тонн элбиттар олдаролы, блядь. Умышленно, потому что если 106, причинение тяжкого вреда здоровью, то здесь надо доказывать, что он умышленно бил так, чтобы у нее возник тяжкий вред здоровью. А мы считаем, что он бил ее ладошками по щекам и пинал ее, так сказать, по попе, да? Ногой. Не для того, чтобы тяжкий вред причинить. Такие действия не причиняют тяжкий вред. Поэтому здесь на 104 статью можно уйти, но и в том и в другом случае это будет положительный для нас исход. Подскажите, пожалуйста, в интернете сейчас очень ярко. Я считаю, что это способ давления, оказание давления на лиц, которые все это организовывают. У этих людей наверняка есть какая-то группа в WhatsApp, группа Telegram, где они договорились. Я могу считать, можете не отвечать. Просто моя цель этим выпуском показать всю жестокость этой ситуации. Больше для женщин, которые думают, что да нет, все исправится, все изменится. Потому что я понимаю, что лучше всего категоричность таких ситуаций показывает 100% что есть. Вот это, наверное, лучший мотив уйти от этого, как только это началось. Ну, опять же, не отвечайте, если... Что именно было с лицом? Что вы видите? Ну, там в материалах дела еще очень много других тяжелых кадров, которые много тяжелее. Фотография места преступления с делом, результат вскрытия, до вскрытия, после вскрытия, в процессе вскрытия. Там очень много таких картинок, которые не стоит даже описывать. Отец подсудимого писал на вас заявление, на вашу семью? Он написал заявление на моего дядю, писал заявление на все СМИ в январе месяца, которые обсуждали весь этот кейс. А в чем суть была претензия? Что именно его не устроило? Порочащая честь информация, что СМИ его там очерняют, его сын очерняют. Была какая-то коммуникация с родственниками? 10-го, полчаса, ноября, 13-го года мы забирали тело. Чисто это балар. Были похороны, и выносили тело, по-моему, в 10 утра. Мы видим. Слушай, они приходят онлайн. Вы чувствуете из-за какой-то повышенной ответственности или давления? Ну, безусловно, в связи с этим возникают какие-то сложности. Это сложнее, чем вести дело в закрытом формате? Ну, в закрытом формате, что вы имеете в виду? Без СМИ и пресса, и без прямой трансляции. Практически то же самое, просто иногда приходится задумываться чаще. А вы следите за реакциями в интернете вообще? Нам нужно следить. Нам либо защиту нужно осуществлять, либо следить за реакцией. То есть вы не знаете, что пишут? Я могу смотреть, когда есть свободное время, но свободного времени, к сожалению, нет. Мы и так спим по два часа. А данный случай более тяжелый, чем остальные случаи в нашей практике? Я не думаю, что. Это дело само по себе очень интересное. А что значит интересное? Очень много обстоятельств, которые... Как сказать? Очень много интересных обстоятельств. Например, секс, экспертизы. Адругатор. Про темпелин тоже бычуще. Рынькры. Рынькры. Моноименном бредом, она манагар, нагар был. Очень сложно там туда-сюда, блядь. Ты же все понимаешь, нахуй. Например, обычно на по уголовным делам приходят вот... Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, и какую соцсеть или какой телеканал вы представляете? Меня зовут Донара Эсметова. Я журналист ютуб-канала «Айран». Это СМИ, но которая функционирует в интернете, на ютубе. Будет легитимно и правомерно. Буквально на днях в Казахстане был принят положить течение наказания за бытовое насилие. Мы, в первую очередь, очень много людей до нас провели огромную работу по разработке и продвижению этого закона. В тот момент, когда все случилось, в ноябре была петиция, которую мы поддержали, которая забрала 150 тысяч подписей легитимных, проверяемых, верифицируемых. Президент введел эту петицию, поддержал и даял поручения. Начались рабочие группы обсуждений продвижения закона по этапам. Далее в Синаде закон застрял из определенных группировок, даже не будем о них говорить, которые не хотят, и там приписывали этому закону ювенальные нормы, то есть нормы по изъятию детей из семьи, там, короче, всякую чушь подписывали. Лифтастге тура тоже требует того, что оно все равно он есть. Все эти жертвы уже снижаются, чтобы принести правоlevelен самостоятельно tener Россия не дов奪 미국 нaucoup сегодня Doing the gps Сделайте вопрос илиеры П記termинка Некоторое решение parity Чulp Интернет Он nap PC Тож Нальищ Нач 갈 kai Хорошо, конечно. В последнее время я иного сезон этот семян, которые похоже на него, очень вкусно. В этом году я Everything, не знаю, что за это я дам ему, но не знаю нет. Я удаю меня. Я знаю, что это вы можете использовать. Все такие инструменты будут в состоянии. Потому что это не то. Это покажение. Это коррупция. То есть опыт на все люди. То есть, они будут изучать научно оценить... И они говорят, что здесь есть и угодно. То есть racket это подразумевает. Доказательства. То есть,prised to this. Они вот то, что было чем-то. Вотgehок в уме отizии. Как приют, чтобы это было, а потом больше не сделали свои видео. Как вам кажется, которые имеются на видео, но и слова не уйдёт, потому что, это понятно, что ещё много papers, просто крута-курта-курты. Последнее, это нормально. Вы в этом как эмоциональный момент. Если вы в середине менять conversion, это нужно жить в этом constantly. Теперь мы получаем нагрузку, с чего теперь послушаем. Это, как я знаю, видение. Я вам нашел видео. Я покажу его образом. Передemos. Это первый взгляд. Слабый пул, короче, чуча. Осынан элитин көтегуялықтақ. Кайды дықты обыдыне. Тоқты обыдыне. Төгеді күр. Төгеді психта. Төгеді ана ханар хая. Төгеді күхей. Көтегуялықтаққан маше бейген. Нербиян тарыр болы қатаққан тоқ күзі. Ол арал бақыт. Төгеді күр. Иәне үшінді. Төгеді күті. Короче.